всем привет я подключилась на две минуты раньше чтобы дать возможность людям подключиться чтобы мы начали вовремя пока подождем и я начну ждем когда подключится люди я думаю что многие из вас будут смотреть эфир в записи потому что время уже в принципе позднее на нашем побережье это 4 часа вечера кто-то еще на работе на вашем побережье это уже 10 11 и дальше вечера поэтому еще пару секунд подожду минутку и начну в принципе думаю что будете смотреть записи что не есть хорошо потому что хотелось бы конечно живого общения чтобы были вопросы на которые я могла бы ответить сразу же но уже есть как есть я раньше не смогла подключиться извиняюсь очень сильно здравствуйте спасибо за то что нашли время и подключаетесь подождем еще минутку чтобы я не повторяла одну и ту же информацию рассказала вначале о себе познакомилась с вами и потом расскажу информацию по теме которую я сегодня хочу провести в эфире спасибо всем кто подключается я параллельно работаю поэтому пока вы подключаетесь и тут до заканчиваю свою работу сразу скажу комментарии я не буду отключать я дам вам возможность задавать вопросы по мере по мере того как я затрагиваю ту или другую тему чтобы был живой разговор я могла сразу же ответить на то что вас действительно волнует если вам интересна эта тема у меня есть нотатки я примерно буду подглядывать чтобы не сбиться с с плана своего эфир будет примерно на 45 минут ну час инстаграм больше не дает чем часа но я думаю что я должна справиться в 45 минут чтобы до пяти закончить я думаю я начну спасибо всем кто подключился и спасибо тем кто смотрит эфир позже в записи меня зовут кристина в инстаграме меня знают как тина мой инстаграм аккаунт тина about usa об инстаграме своем рассказывать не буду не буду кому интересно заходите очень много интересного и по этой теме и в принципе по жизни и так дальше тема сегодняшнего эфира это как найти работу в американской компании в американские корпорации буду рассказывать на своем опыте какие я плюсы минусы возможно и нюансы отметила за последних шесть лет что я работаю в корпорации и поделюсь с вами уверенно сто процентов информации которые вам не попадалось несколько слов о себе зовут меня кристина как я сказала я в америке живу уже больше 10 лет уже больше 11 лет даже приехала с украины западной украины город тернополь в украине я закончила магистратуру политехнического университета по специальности компьютерной технологии это важно отметить потому что это у меня единственное образование с украины только я его не переводила в америке у меня здешнего американского образования нет почему это важно потому что многие считают что без здешнего образования хорошей работы в америке не найти и это не есть правда я тому пример конечно же если наверное не конечно же я что думаю если было бы у меня образование здешние или если бы я сделала эволюэйшен своего диплома то возможно я нашла бы работу раньше чем нашла потому что к работе в корпорации я шла пять лет пять лет я работала как все новоприбывшие в новую страну и в магазинах и по уходу за бабушками и в разных офисах и только в четырнадцатом году я начала интересоваться тестированием что есть схожие с тем что на что я обучалась в украине связаны с компьютерами да и только с четырнадцатого года я нашла работу и в компании в корпорации где до сих пор работаю несколько слов о корпорации я работаю в компании которая называется джейпи морган это финансовый гигант в мире один из пятерки лидеров мира по экономике по финансам по инвестициям и так дальше то есть это в принципе корпорация на которой одна из на которую держится экономика америки почему я об этом говорю почему это важно потому что действительно в эту корпорацию попасть очень сложно и именно поэтому я сделала несколько я писала посты на эту тему и я их после эфира тоже закину стоит чтобы вы могли почитать более детально о том что буду сегодня рассказывать и в эту корпорацию сложно попасть если у вас нет опыта опыта у меня не было как я уже сказала если у вас нету референс с внутри компании от кого-то кто там уже работает если вы просто стучитесь туда с улицы но несколько моментов которые я захвачу возможно смогут помочь вам те кто ищет работу здесь в америке и у кого такие же скажем при кондейшн как у меня то есть у кого нет здешнего образования кто только приехал так дальше давайте тогда может ближе к теме работала я в джи пи морган я устроилась тестировщиком начинала как юниор то есть начальная стадия когда в принципе мало что знаю но голове теория да то есть меня взяли на работу я начала учиться в ю тубе то есть я не заканчивала никакие курсы тоже это важно сказать я не проходила не школу портного и не закончил не заканчивала никакие курсы в бруклине где на тот момент жила где сейчас очень много разных курсов я училась просто сама сидя дома в ю тубе в ю тубе очень много бесплатной информации и всю теорию я взяла оттуда с этой теории в голове я начал отправлять резюме по разным компаниям по позициям которые находила интернете и через три месяца мне взяли в эту корпорацию где работаю за четыре года я с джуниора выросла в тест тим лид у меня было 32 человека тестировщиков которыми я управляла с которыми мы тестировали по 6 по 7 релизов в год кто знаком с проектами и с девайлопментом тем слова знакомы сейчас я работаю бизнес аналитиком и прочих менеджером в той же корпорации в смежном проекте где раньше тестировала теперь важно тоже сказать что бизнес аналитиком прочих менеджером я работаю уже второго месяца наверное и вот именно за последний мой поиск работы но уже внутри компании не с улицы я интерна внутри компании скала новую позицию я отметила вот несколько моментов которые хочу вам сегодня рассказать которые действительно очень важны и которых вы просто так в интернете не найдете вот если у вас есть какие-то конкретные вопросы потому что я уже так что рассказала по приветствию я не знаю ознакомлению со мной пожалуйста пишите я начну тогда отмечать именно моменты что стоит вам запомнить и что вы сможете найти у меня в постах которые я после эфира опубликую в stories вы сможете на них перейти а значит смотрите еще один момент перед тем как я начала работать тестировщиком я работала рекрутером рекрутер это человек который первый в цепочке который находит резюме и знакомиться с человеком который ищет работу да то есть когда вы отправляете свое резюме куда-либо первый кто с вами знакомится кто с вами контактирует это скорее всего рекрутер или просто вендорской компании или с компанией куда хотите пойти на работу они должны иметь возможность найти ваше резюме в интернете чтобы вы понимали в основном все рекрутеры на сегодняшний день не ищут резюме вручную то есть они не не ходят по monsters.com и других сайтах где вы загрузили свое резюме и просто вручную ищет да они пользуются системами система система вы вводите ключевые слова вот к примеру там скажем я ищу нового членов коллектив тестировщиков да я знаю что он должен иметь эти 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 скиллы у него должен быть столько 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 лет опыта и вот эти параметры эти keywords как они называют ключевые слова я вбиваю в систему и тогда система штудирует все в сайты но в зависимости опять же куда у нее есть доступ у кого какие системы и по и находит десятки сотни резюме которые имеют эти ключевые слова то есть это первый этап когда ваше резюме может быть отобрана система не вручную и если ваше резюме не имеет эти ключевые слова которые рекрутер дал системе да как 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 правильно сказать как показатели что ли ваше резюме никогда не попадет даже вот в эту первую цепочку то есть что с этого важно отметить что ваше резюме сколько бы у вас лет опыта не было или если у вас опыта вообще нет то только теория как была у меня ваше резюме должно состоять из ключевых слов опять же что такие ключевые слова откуда их взять когда вы ищете работу а у вас есть список requirements да на английском вас есть список всего что нужно работодателю от вас то что вы должны знать то что вы должны иметь в своем опыте те системы которые вы должны знать возможно программные языки разные ваши скиллы и вот эти скиллы так как они это описывают вы должны такими же словами этими ключевыми словами вписать их в свое резюме это очень важно потому что я вам столько что сказала да система отбирает только те резюме где ключевые слова уже есть без них ваше резюме не попадет даже в систему а потом не попадет к рекрутеру потому что когда рекрутер нашел например 100 резюме он вручную опять их же не будет читать он задаст параметры новые параметры в в систему чтобы отфильтровать те 100 резюме правильно и уже с них там отберет я не знаю 10-20 и тогда он уже только начинает обзванивать тех людей и спрашивать они еще на маркете не на маркете они еще ищут работу не ищут работу и так дальше когда он обзвонил людей и да вы сказали о да да я ищу работу я подхожу он там вам задал какие-то возможно технические вопросы то есть первый уровень интервью и в это не буду вдаваться то не не о том как пройти интервью ваше резюме отберется и попадет на стол хайринг менеджер менеджеру который ищет как раз работников свой коллектив вот это был момент о ключевых словах и о том как работают рекрут работают рекрутеры и как вообще резюме попадают на стол к менеджеру но еще важно знать что перед тем как публикуется позиция со скиллами которые да перед тем как публикуется на маркет что ну нужен человек на ту или иную работу этого человека по этим же скиллам ищет внутри компании то есть есть такое негласное правило что пока откроется позиция для всех кто не работает в компании внутри компании уже ищется человек то есть например я знаю что мне нужен человек и я должна пройти через круги гаада как хайринг менеджер через бюрократию чтобы опубликовать эту позицию в интернете то есть мне надо с и чар поработать мне надо кучу кучу всякой документации запомнить заполнить заполнить и отправить это это примерно занимает две-три недели а человек не нужен уже то есть я знаю что я его уже не могу найти а только через две-три недели плюс если я буду искать человека с улицы это займет еще около месяца потому что человек который не работает в компании он должен пройти тоже через огромное количество шагов верификацию бэкграунды разные разные которые занимает две-три а то и месяц две-три недели а то и месяц то есть я как хайринг менеджер например знаю точно что с момента когда я знаю что мне нужен человек я реально этого человека в коллективе увижу не раньше чем через месяц вот поэтому чтобы не терять время они начинают пускать скажем так слухи внутри компании они начинают спрашивать своих team members те у кого с кем вы уже работаете если у вас человек которого вы можете порекомендовать то есть если у вас человек который вы можете дать reference даже если он с улицы сначала конечно будет искать человека внутри компании если у вас человек внутри компании который мог бы заинтересоваться этой позиции если такого человека нет и ищут если у вас человек с улицы на которого вы можете порекомендовать то есть этот человек тоже пройдет около месяца весь этот он бординг но хотя бы не займет две-три недели пока позиция появится и и так дальше то есть начинают искать вот то что говорится по знакомству то есть это всегда это в каждой компании хотя компания конечно же официально об этом не будет говорить потому что это в принципе не за ну не то чтобы незаконно но по закону все должны быть равны по закону позиция должна быть опубликована и только тогда внутри компании и за горы с улицы я называю это могут начинать оплаяться отправлять свое резюме по закону но это обходится опять же объяснила причину почему так вот и и и этот этот момент которым сейчас рассказала нужно вам проанализировать и сделать выводы то есть чтобы попасть как попасть в компанию с улицы вы должны как минимум знать человека кто там уже работает и кто может вам подсказать что да у вас у них там есть позиция на которую можете попасть я к примеру буду приводить опять же тестирование но это касается любой работы если например вы уже работаете тестировщиком или никогда не работали но вы знаете что вот jp morgan хорошая компания там много проектов я хочу к ним попасть на работу что вы делаете вот просто реальный пример привожу вы обязательно регистрируйтесь в линк день и начинаете студию этот линден начинаете искать знакомых знакомых кто возможно работает в этой компании в линкдень слава богу это все хорошо видно да то есть можно найти знакомства через знакомство через знакомства и обыч обычно те кто в линден уже зарегистрированы а не люди, которые понимают, что вот этот вот нетворк, он очень важен, и даже если вы человека в жизни никогда не видели, вы, скорее всего, его добавите к себе в друзья, просто чтобы помочь этому человеку создать вот этот нетворк, то есть вот этот список людей по каким-то смежным интересам или по смежной профессии или компании и так далее. Вот, поэтому начинаете, студируете LinkedIn, обязательно. Стучитесь к людям и спрашивайте, говорите, что вот есть у вас эфир, да, сохраню эфир, обязательно, обязательно сохраню и выложим на страницу. Есть у вас опыт, нет у вас опыта, есть у вас конкретный вопрос или, возможно, вы ищете ментора, с которым вы бы хотели поработать, чтобы вам помогли. Я, например, ментор у шести девочек, которым я помогаю, подсказываю, вот даю какую-то похожую информацию, как я вам сейчас или конкретно по вопросам отвечаю в LinkedIn. Я девочек в жизни не видела, но что, где могу подсказать, потому что люди, которые реально в жизни уже работают, у них другие знания, чем то, что вы найдёте в статьях в интернете. В интернете очень всё, да, очень сумбурно, очень всё high level, как говорится, воды много. Вот. Стучитесь, не бойтесь стучать, даже если человека не знаете, даже если человек другой, я не знаю, веры, религии, цвета и так дальше. Не бойтесь, никто вам не откажет. Люди, которые в LinkedIn находятся уже, кто зарегистрирован, в основном все они современные и понимают, для чего люди стучатся. И с этого же следующий шаг, когда вы нашли человека, который добавил вас к себе в нетворк, который работает в той компании, куда вы хотите попасть на работу, начните узнавать, кто у этого человека менеджер. Не является ли это человек сам менеджером или кто его менеджер. Почему это важно? Потому что когда вы начинаете искать, есть ли в компании открытые позиции, важно постучаться напрямую к менеджеру, который как раз открывает эту позицию, который как раз ищет человека. Не к человеку, который просто там работает, который, возможно, даже понятия не имеет, нужен в коллективе человек или нет, но к менеджеру. Потому что, опять же, исходя из того, что я сказала раньше, менеджер знает, что, например, завтра они откроют позицию. И если вы к нему придете, постучитесь, напишите, скажите, пожалуйста, у вас есть открытая позиция на такую-такую профессию, роль? И он вам скажет, сейчас нет, но мы планируем через месяц, через неделю. Вот тебе ссылка, где ты можешь отправить свое резюме. Понимаете? Потому что, опять же, со стороны менеджера им намного выгоднее, чтобы к ним сразу же сами пришли люди, которые интересуются, которые хотят работать, чем им искать. Поэтому не бойтесь стучаться, но стучитесь правильным людям. Потому что бытует такое мнение, что чем больше слуха вы пустите, что вы ищете работу, тем быстрее вы работу найдете. То есть чем больше людей узнает, что вы ищете работу, тем быстрее вы эту работу найдете. Это не совсем верно, потому что важно дать знать правильным людям, что вы ищете работу. Любой работяга на любой профессии, ну, скажем так, если вы напишите тете Маше в JP Morgan, которая работает уборщицей, то, что она там работает, не означает, что она знает, что где-то есть позиция на тестировщика, бизнес-аналитика и так дальше. Правильно? То есть вы вот такую сделаете себе сравнение. Важно стучаться к менеджерам. Дальше я посмотрю свои нотатки, чтобы я не сбилась и не забыла, что я уже рассказала и что важно, что я хотела обязательно рассказать. То есть о том, когда открывает позицию, я вам рассказала, о том, чтобы стучаться к менеджерам, я вам рассказала. Дальше несколько моментов. Ага, вот еще, касаемо менеджера. Очень часто, возможно, вы находите позицию, куда вы видите, что вы не совсем qualified, что вы не совсем подходите. Возможно, у вас есть опыт, возможно, у вас есть только теория, но вот те конкретные пункты, скиллы, которые там написаны, вы их, возможно, и не слышали никогда или никогда, ну, не знаете. Короче, вы не qualified, вы не подходите. Что делать в этом случае? Лучше перед тем, как отправлять резюме и рисковать, возможно, вас отберут, потому что, возможно, вас отберут. Очень часто описание позиции преувеличивают. Им не нужен, на самом деле, такой сильный кандидат, как они это пишут. Им не нужен человек, который знает все то, что в этом списке есть. Они просто, как сказать, кидают наживку. И, конечно же, здравствуйте. Эфир о том, как найти работу в американской компании, какие моменты есть во время поиска работы, как открываются позиции, как правильно заполнить резюме, и вот все вот в этом плане. Что я говорила, я забыла. Ага. Что описание работы, позиций, не всегда соответствует действительности. Они кидают наживку, чтобы поймать как можно более сильного, квалифицированного кандидата, а позиция, возможно, может быть вообще джуниор. То есть реально всегда закидает наживку побольше, чтобы поймать рыбку получше. Понимаете? Вот. Поэтому, да, стоит риска, чтобы отправить даже то резюме, которое не подходит, по описанию. Но я бы советовала не рисковать, а потратить еще неделю, две или месяц, чтобы набраться тех скиллов, которые в описании есть. Проштудируйте интернет на ту позицию, в которой вы ищите работу. Посмотрите, какие у них есть common skills. По-любому есть такие скиллы, такие навыки, которые им нужны везде. То есть какие-то базовые навыки на ту профессию, которую вы ищите, есть везде. Вот эти базовые навыки вы должны иметь хотя бы теорию, четкую, сложенную в голове теорию, если нет практики. А лучше набраться практики. То есть потратите чуть-чуть больше времени, но наберитесь этих скиллов. Чем побольше? А тогда уже отправляйте резюме. Почему? Потому что в компании есть такое правило, что они резюме одного человека держат 5 лет в базе данных. И если вы отправили резюме с одними скиллами, с одним описанием вашего опыта, а через месяц в эту же компанию, на эту же позицию, или даже другую позицию отправляете совершенно другое резюме с другими скиллами, это резюме будет забанено. Они забанят и первое резюме, и второе. И потом, сколько бы вы ни отправляли, на протяжении 5 лет вас не допустят в эту базу данных. Поэтому очень важно. Я знаю, что люди делают, они даже меняют фамилию, чтобы обратно пробиться в базу данных компании, потому что, опять же, в 5 лет висит резюме, и даже если, например, сегодня я ищу человека, я не могу найти его уже, я не знаю, месяц, я начну копать резюме, который в базе данных, и искать подходящего человека там. То, что вы можете не поверить, но иногда занимает месяц найти нужного человека. то есть рискуйте, отправляйте обязательно, даже если вы не квалифайд, отправляйте, но наберитесь хотя бы чем побольше скиллов, чтобы просто не прогореть, и в следующий раз, когда реально там появится позиция, на которую вы квалифайд, ваше резюме не забанили. Вот, это важно. А еще есть такая штука, как квоты. В Америке все больше и больше, а сейчас особенно с этим всем белым движением, появляется все больше квот. Что такое квоты? Это когда в коллективе должно быть два белых, два черных, два гомосексуала, два, там, я не знаю, трансгендера, тех-тех, третьих десятых, два ветерана и так дальше. То есть они хотят вроде бы как доброе дело охватить чем побольше разного населения, чтобы у всех был доступ работать, да, инвалиды, ветераны, черные и не черные, белые и так дальше. Но этим же способом они делают огромный минус и огромную боль менеджерам найти правильного человека. Потому что, к примеру, скажем так, есть коллектив шести человек, все шесть человек белые, а есть два открытых места в коллектив, то есть нужно восемь человек, да, и этих двое уже просто кровь из носа, обязательно надо взять черных, а еще лучше черных женщин, а еще лучше черных гомосексуалов, а еще лучше черных женщин, гомосексуалов, ветеранов и инвалидов, чтобы cover, то есть охватить все квоты, чтобы у менеджеров не было проблем, а у них проблемы обязательно будут, если в их коллективе нет вот этой разношерстной массы народа, да. Вот, и именно эти квоты уменьшают шансы тех людей, которые не подходят под этим квотом, тех людей, которые уже наняты. Вот, к примеру, эти шесть человек белых, там, скажем, мужчины и женщины разные, разные, вот осталось взять двух черных. И даже если вы qualify, вы подходите на эту работу, на эту позицию, вас не возьмут, или вам напрямую не скажут, что вас не берут, они даже могут вас проинтервировать для галочки, чтобы у них был, чтобы было в репортах, да, в, как это сказать, ну, в репортах, как перевести репорт, чтобы были показатели, что они интервируют, что процесс идет, да, что оно не застой, не застой, что процесс идет. Они даже могут вас проинтервировать, но они просто потеряют ваше время, в принципе, свое время, потому что им надо двух черных. Ну, то есть, как бы грубо это ни звучало, но так есть. Ну, или наоборот, у них есть шесть афроамериканцев, им надо двух белых, и сколько бы афроамериканцев не оплавилось на эту позицию, их не возьмут, потому что им надо двух белых, понимаете, да? Но в то же время, то есть, даже при том, что такое правило есть, в то же время, если вы знаете, что вот в этот коллектив, в эту компанию нужна обязательно, нужна обязательно женщина, а вы мужчина, все равно отправьте туда резюме, все равно пойдите на интервью, если вас позовут, и потратите тех полчаса или сколько вашего времени, потому что, возможно, вы зацепите менеджер своей харизмой, возможно, вы зацепите, вы сможете доказать менеджеру, что будь как будет, я найду еще, открою еще одну позицию, вот специально под вас, потому что настолько вы классные, настолько вы им подходите. Есть масса таких примеров, я личный пример, опять же, когда я пришла на интервью, где, в принципе, они знали, что я им не нужна, но под меня открыли позицию, настолько я им стала нужна, они увидели, что да, они хотят с этим человеком работать, понимаете, вот, поэтому риски всегда есть, что вам ваше время тратят, но также есть всегда шанс, что вас отберут по какой-либо причине, даже если вы им, в принципе, там не были нужны, вот, поэтому запомните этот момент тоже. Теперь несколько моментов, которые касаются именно резюме, как правильно оформить резюме. Я не буду учить вас, как создавать резюме, но несколько пунктов, которые могут сыграть важную роль. Когда я уже говорила, что система отбирает резюме по кейвордс, да, то есть в вашем резюме должно быть как побольше тех нужных ключевых слов, которые попадаются вам в той позиции, куда вы отправляете резюме. Очень часто можно даже делать, и нужно редактировать ваше резюме, исходя из того, куда вы отправляете. То есть, например, вы сегодня отправили в одну компанию, вы в своем резюме написали те кейвордс, которые в эту компанию надо. Завтра вы отправляете в другую, вы не меняете полностью резюме, вы пишете свой опыт и так дальше. Но просто другими словами, синонимами, да, возможно, вы заменяете ваши кейвордс на те кейвордс, которые нужны им теперь. То есть не бойтесь менять ваше резюме, единственное, что в такой момент вам нужно как бы ввести какую-то, как это сказать, где-то себе записывать, что вот в эту компанию я отправил вот этот резюме, в эту компанию я отправил вот это резюме. Как-то вы их себе отмечаете, чтобы вы потом не потерялись, не заблудили своих же нескольких вариантов резюме. И когда вам позвонят и пригласят на интервью, чтобы вы с собой взяли именно то резюме, которое вы им отправили, чтобы вы сами не запутались. Но кроме ключевых слов есть два момента, которые система обязательно проверяет. Первое. Люди очень любят делать отдельные колонки справа или слева на резюме, то есть сверху вы пишете имя, адрес, имейл и так дальше. И очень часто какую-то персональную информацию или даже скиллы, что-то такое, что вы хотите обратить ваше внимание на, вы делаете в отдельной колоночке, еще, возможно, цветом каким-то там слева или справа. Так вот, важно помнить, что система отбирает колонку только ту, которая находится слева. Если вот вы смотрите на свой А4 резюме, у вас колонка справа, система это резюме не распознает, она его не отберет, потому что она вот эти вот скиллы, которые, или любую информацию, что вы написали в правой колонке, система ее не распознает. Поэтому очень важно, если вы хотите сделать такое фэнси, современное резюме, делать ее слева. Это раз. Второе, очень часто люди делают очень большие отступления между, скажем так, абзацами. К примеру, там, я не знаю, первая абзаца у вас идет скиллы, потом вы делаете два отступления, то есть дважды Enter нажали, да, и потом вы делаете отдельную секцию уже ваш опыт. Вот система тоже не распознает резюме, если у вас дважды сделан Enter, если у вас два пропуска между абзацами, не больше одного. Ну, то есть понятно, что одним текстом, одним, ну, оно просто будет сливаться все, да, не надо делать, один пропуск между абзацами. А лучше научитесь как-то выделять, вот именно, может быть, подчеркивание, там, bold формат, то есть научитесь, простудируйте интернет, найдите хорошее резюме, примеры, куча сайтов, которые резюме создают, но эти кучи сайтов не знают, что система не отбирает резюме, у которых два пробела между абзацами, и у которых колонка справа. Вот, это два момента, которые надо запомнить. Насчет резюме, еще, то есть ключевые слова, колонка, пропуски между абзацами. Если у вас огромнейший опыт работы, я не знаю, там, 10-15 лет или там, 10-15 компаний, вам не надо писать резюме на 10-15 страниц. Я думаю, что эту информацию, в принципе, знают все, но если вдруг вы новичок в этом, и это ваше первое резюме, а рассказать вам есть, что о себе, то, ну, две страницы, ну, три страницы максимум. Но обязательно они не должны быть двухсторонние, это только одна сторона страницы. Потому что, когда, опять же, система может не увидеть обратную сторону страницы, во-первых, а во-вторых, hiring manager, который будет вас просматривать, они не любят. Вот когда страница двухсторонняя, вот скажем так, когда они проходят с вами интервью, вот это вот переворачивание, слож, складывание бумаг, чтобы читать, они просто чисто принципиально могут из-за этого ваше резюме не взять. Вот кажется глупостью, а это правда. Поэтому важно, чтобы каждая информация была на отдельном листке, да, на резюме. И не больше двух, ну, максимум три. Если у вас очень много опыта, который там, я не знаю, 10 лет назад, вы о них пишете одну строчку, то есть название компании, ваша позиция и строчка очень так high level, то есть в общей информации, что вы там делали. Позиции, не позиции, а ваш опыт, который ближе к сегодняшнему дню, вы уже расписываете чуть побольше, чуть побольше, а уже предыдущая ваша работа уже по максимуму. Вот все то, что вы хотите о себе рассказать, чтобы у вас узнали, кто вы, что вы и какой вы классный или классная, вы должны рассказать в последнем месте вашей работы. Все предыдущие по две-три строчки, а дальние очень можно вообще только через кому прописать или одну строчку. Это уже сэкономит вам место на резюме и уменьшит страницы. И еще очень важно, в зависимости, конечно, что вы ищете, какую работу вы ищете, не обязательно. Я опять же ссылаюсь на тестировщику, потому что это, в принципе, моя сфера, но без разницы, то ли это, я не знаю, то ли это в ресторан работа, то ли это менеджером работа. Вам не надо писать ваш опыт работы, и опять же, эта информация, в принципе, логичная, ее знают все, но если вдруг, вам не надо писать ваш опыт работы, который не имеет никакого отношения к той работе, куда вы отправляете свое резюме. Если вы работали 10 лет, я не знаю, веб-дизайнером, а сейчас вы отправляете свое резюме на менеджера, я не знаю, персонала, ну, то есть, совершенно что-то другое, вам, в принципе, веб-дизайне, скиллы с веб-дизайна не нужны в этой позиции, правильно? И вам об этом писать не надо. Ваше резюме должно быть конкретно относиться к той позиции, на которую вы сейчас пытаетесь найти работу, которую вы пытаетесь найти работу. Если у вас такого опыта нету, тогда постарайтесь те предыдущие работы, где вы работали, там написать примерно то, что как-то могло бы повлиять на то, кем вы будете работать сейчас. Даже если вы были там веб-дизайнером, а сейчас идете на менеджера персонала, там в ресторане или где, напишите тогда, что вы там, я не знаю, хорошо умеете отчеты делать, еще там что-то, еще что-то, хорошо это все оформили. Ну, то есть, примерно понимаете, да, то ваш опыт работы должен быть связан с тем, куда вы отправляете резюме. В принципе, эта информация должна быть, вы должны ее знать, но если вдруг я решила ее тоже упомянуть. Вот, это насчет резюме. Теперь, два, не два, чуть-чуть больше моментов. Если вас должно насторожить, если вам звонит рекрутер или hiring manager и до того еще даже, или даже после того, скажем так, вы отправили резюме, вам звонят, самый первый звонок, приглашают вас на интервью, и у вас запрашивают вашу персональную информацию. Это место жительства, не город или страна, а вот реально ваш адрес, ваше имя, отчество, фамилия, имя, отчество, то есть полные, ваша дата рождения, ваш social security, если вы уже в Америке находите. То есть персональная информация, понимаете, не та, что общедоступная. Этим людям доверять нельзя, потому что даже если вы прошли интервью и они говорят, что да, мы наймем вас на работу, мы берем вас, вы не должны давать эту информацию до того момента, как вы пришли к ним и подписываете бумаги, контракты, налоговые бумаги и так дальше. Никому не нужна честным людям, честным компаниям, не мошенникам, не нужна ваша персональная информация вообще. Она никак не влияет на то, чтобы вас взять на работу. Она нужна уже чисто, чтобы вас оформить на работу, а это намного позже. Этот момент вас должен насторожить. Второе, если вы пришли на интервью на одну позицию, а вас интервируют, собеседуют, интервью – это собеседование, если кто не знал, потому что часто путаются. Если вы пришли на собеседование на одну позицию, в которую вы хотите пойти работать, а вас собеседуют совершенно на другое, которое не имеет никакого отношения к тому, что они писали в описании работы, то, куда вы отправляли резюме, то, что они вам обещали, если, возможно, звонили до этого, то это, опять же, вас должно насторожить, потому что это называется фишинг, то есть они, опять же, пытаются привлечь ваше внимание одной работой, а нанять вас совершенно на другую, на которую они даже не делали никакого объявления, потому что или работа настолько плохая, что она никому не интересная, или они хотят просто очень классного профессионального человека на что-то, что как бы не стоит вашего внимания, не тратите тогда ваше время, то есть вы можете, конечно, прийти на интервью, ну, то есть как, вы узнаете об этом уже на собеседовании, что они вас собеседуют на что-то другое, но если вы начинаете чувствовать, что что-то не то, вы имеете право прервать это собеседование и уйти, просто сказать «Вы знаете, я понял, что как бы это не совсем мое, и все. Не теряйте свое время, не бойтесь сказать нет, это никак ни в коем случае не повлияет на ваши дальнейшие поиски работы. Если описание позиции имеет нечеткое, то есть много воды, опять же, это схоже с предыдущим, с тем, что я раньше говорила, что они сами толком не знают, кто им нужен, они пишут очень много, хотят захватить чем побольше, чтобы найти хоть кого-то, а потом уже будет видно, что вы там будете делать. То есть, возможно, компания совершенно новая, возможно, позиция какая-то новая, они сами до конца не знают, что вы будете делать. И на такую позицию идти это риск, потому что, ну как бы, когда вы знаете, на что вас нанимают, когда вы знаете, что у вас есть те или другие скиллы, и вы идете на работу, это совершенно другое, чем если вы пришли, а вам на следующий день говорят, вы знаешь, ну вот ты сегодня посуду помой, там, я не знаю, завтра ты веб-дизайнер, послезавтра ты тестировщик, и так дальше. То есть, это опять же, только если вы совершенно ничего не можете найти, никакую работу, и вам надо зацепиться хоть где-то, хоть как-то, тогда, возможно, стоит. А если вы профессионал в своем деле, то, как бы, такие моменты должны вас насторожить, что просто вами пользуются, вас хотят взять туда, куда они сами не знают, что вы будете там делать. И, типа, знаете, со временем только они поймут, и вы поймете, куда вы попали. И еще одно, тут тоже зависит, какую работу вы ищете, то ли это уже, скажем так, по корпорациям, то ли это что-то начинающее. Если вы хотите работать через агентство, в Америке очень часто для тех, кто приехал, проходит такой путь, как работать через агентство. То есть, вы платите 150, 200 долларов за то, что вам вроде бы как обещают найти работу. Очень часто вам все, что дадут, это список работодателей, куда вы будете ходить сами и подавать ваше резюме. То есть, никто вам интервью не делает, просто собеседование, просто вам выдадут список, куда вы можете пройтись. Или максимум вас действительно могут устроить на работу, но оттуда же вас и уволят через недельку-две. Потому что очень часто агентства сотрудничают с работодателями и просто зарабатывают деньги. Зарабатывают как? А так, что одно из условий – это первая неделя, которую вы отработали, вы должны заплатить агентству. То есть, вас устроили на работу, вы вроде работаете, первую неделю отработали, и ваша вот эта недельная зарплата уходит агентству. Поработаете еще недельку, возможно, вам за эту недельку заплатят, а возможно, вас тоже уволят. Ну, то есть, такие сценарии, они редко случаются реально на уровне корпораций и компаний больших. То есть, почти не случаются. Можно сказать, даже не случаются. Но если это какие-то маленькие, шарашкиные разные конторы, ну, то есть, потому что люди, я не знаю просто, какая именно здесь публика сейчас, насколько вы квалифицированы, какую именно работу вы ищете, насколько вы, да, у вас есть опыт и так дальше. Есть просто разные люди с разным опытом. И если вы ищете хоть какую работу, то просто имейте в виду, что через агентство, да, можно найти работу. Да, я нашла, к примеру, да, я заплатила 150 в начале своего пяти. Я нашла работу, мне дали три позиции, на три интервью я пошла, на трех интервью меня взяли, от двух я отказалась, на одну я пошла. И я проработала там 8 месяцев, никто меня не выгонял, я действительно получала зарплату, да, я недельную зарплату заплатила, меня никто не уволил. Не уволили ли, потому что я им понравилась, они решили меня оставить, или, возможно, это действительно была честная компания, не могу знать. Но очень много случаев, когда реально увольняют вас через неделю, и как бы все, вы претензии к агентству предоставить не можете, потому что они вас устроили на работу, вы даже зарплату получили, просто эту зарплату заплатили агентству, как условие. Вот, поэтому они как бы скажут, ну, извините, вы им не понравились там, или мало ли что. Вот, такие моменты, в принципе, я хотела затронуть, я их рассказала. Дайте знать, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Я вижу, что многие заходят, многие уходят. Возможно, тема не всем интересна, но те, кто сейчас в эфире, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, на которые я бы могла вам сейчас ответить. Мы в эфире, сколько времени? Сейчас полчаса, да? Больше 40 минут. 40 минут эфира, в принципе, как я и думала, 40-45 минут. Я очень надеюсь, что эта информация была вам полезна, хотя бы кому-то, и что у вас все получится, если вы ищете работу, вы ее найдете. Возможно, я, как же я и говорила раньше, я закину в сториз посты по этой же теме, где я более детально рассказываю что-то, может, какие-то примеры, привожу истории с того, что я рассказала сегодня в эфире. Если вдруг кому-то нужен ментор в тестировании или в бизнес-аналитике, обращайтесь. Ну и да, в принципе, у меня на этом все. Я не вижу никаких вопросов. Подожду еще минутку и будем прощаться. Интересует возраст, когда уже нет смысла искать для переезда, хотя есть опыт. Нет ограничений в возрасте. Честно вам говорю, абсолютно нет ограничений в возрасте. У нас, например, в мой бывший коллектив, где тестировщики, да, наняли человека, хотя казалось бы, что тестирование – это компьютерная сфера, это что-то, где, я не знаю, студенты там или, да, молодежь. То есть компьютерная сфера это как-то ассоциируется с молодежью, не старшее поколение. Но наняли людей старше 50 лет, двух, женщину и мужчину. Возможно, их взяли, потому что им нужен был кто-то по квоте, то есть один ветеран, другой вроде с инвалидностью, не знаю точно. Но возраст не имеет значения. Вас могут взять. Есть куча примеров, где женщины приезжали в Америку старше, возраста моих родителей, 50-е старше, обучались тому же тестированию или чему-либо другому и находили работу. Возраст не помеха. Совершенно Америка – это не та страна, где возраст будет помехой. Тут главное желание, ваша, я не знаю, харизма, желание работать. Информация полезна на будущее? Спасибо, да. Можете сохранить посты попозже, ну или обращаться, если вам нужно будет. Тем более, если у вас есть опыт, обязательно пробуйте. Я в начале эфира сказала, что образование в Америке не всегда играет роль. То есть у меня нет американского образования. У меня с Украиной магистратура, которую я даже здесь в ЛВЕ еще не сделала. То есть у меня даже не переведен диплом. Когда я шла сюда на работу, они попросили копию, даже просто украинскую копию. Но есть много компаний, которым нужно образование, которым нужны какие-то современные курсы, сертификаты и так далее. То есть чем больше вы подготовлены, тем больше у вас шансов в сравнении с кем-то другим попасть на ту работу. Но опять же, тут очень много на везении, очень много на знакомствах, где кто-то может замолвить за вас слово и так дальше. Очень много таких моментов. Очень много по квотам, опять же. Куда вы просто, возможно, по вашим знаниям вы не подходите, но потому что им нужен человек конкретно по квоте, вас могут взять и обучить. Такое очень много. Очень много. У нас в компании столько неквалифицированных людей из старшего возраста и просто без базовых знаний, даже без теории, наняты на работу, потому что им нужно было нанять хоть кого-то по квотам. А время тоже идет. Они не могут держать позицию вечно. Я проходила собеседование на работу, где я сейчас работаю. Первое у меня было с рекрутером по телефону, второе у меня было тоже по телефону и третье у меня, ну то есть три этапа интервью и третье у меня было face-to-face, как говорится, когда я пришла на личную встречу с менеджером, там я говорила с ним в личную и еще там же я по телефону общалась еще с менеджером одним. То есть, ну, можно сказать, как по скайпу, но это больше по телефону. Но перед тем, которые интервью я проходила, собеседование, да, многие были по скайпу. Язык какого уровня необходим? Ну, чем лучше, тем лучше. Зависит, опять же, на какую работу, какую работу вы ищете, да, в каком штате, в каком городе, в каком районе. Но если вы только собираетесь переезжать, не теряйте время, учите. Чем больше вы слов, чем больше вы слов английских, да, ну, язык выучите, тем будет проще для вас, тем меньше времени вы потеряете, тем быстрее работу вы найдете. Но я не буду говорить, что вы должны знать английский идеальный. Мой английский совершенно не идеальный, я до сих пор делаю очень много ошибок. И очень интересный момент. Сами американцы же, или, скажем так, англоговорящие, потому что в Америке не только американцы, да, говорят, что английский, это не мой родной язык, поэтому мы все делаем ошибки, и это нормально. Когда я пришла на эту работу, у меня английский был школьного уровня, да, сейчас он получен, но и все равно делаю много ошибок, и это прощается. Возможно, где-то оно кому-то режет слух, точно так же, как русский язык может резать слух, например, моя русская речь, потому что я, русский язык не мой родной язык, да, то есть ошибки кому-то режут слух, но это не критически. Как только вы можете понимать, как только вы можете объяснить, а тем более, как только вы начинаете уже в англоговорящем обществе общаться, тем язык становится ваш лучше и так дальше. Не нужен вам perfect английский, вам не нужен. Но опять же, зависит, где вы, какой штат, какой город, какая работа. Давайте еще подождем. Может быть, еще есть вопросы? Я с радостью отвечу, я всегда открыто, можете писать мне в личку, и без проблем могу и променторить, и подсказать, и рассказать, и резюме проверить, если кому надо, то есть это совершенно без проблем. Как я говорю у себя в Инстаграме, я прошла сама нелегкий путь иммиграции, и поэтому, кто только проходит этот путь, я всегда за помочь. Бесплатно. Кстати, я не знаю точно, как это работает, но одна из моих консультаций должна была быть или разыграна уже, или ее разыграют после эфира. Я точно не знаю, это организаторы должны как-то дать вам знать, то ли после всех эфиров, мне кажется, я последняя в этом марафоне выступаю, как спикер, должны разыграть бесплатную консультацию от меня по теме, которую мы сегодня обговаривали, или по любой другой теме, но, как я сказала, даже если вы не выиграете консультацию, обращайтесь, чем смогу, тем помогу. Я живу, да, я не сказала, я прожила 6 лет в Нью-Йорке, там я и нашла первую, то есть там я и пошла работать в эту корпорацию, потом я жила год во Флориде, и сейчас я живу в штате Писселуани. Работаю удаленно. Работаю бизнес-аналитиком, уже четвертый год удаленно. Что важнее иметь, красивую историю с факапами, или все же иметь много сертификатов и высокие оценки в дипломах? Этот вопрос, исходя с точки зрения менеджеров, которые нанимают вас на работу, или с точки зрения просто жизненной позиции моей? Ну что, тут можно по-разному ответить. С моей стороны, то есть как человека, как я думаю и какого принципа придерживаюсь, возможно, в этом вопросе, это красивую, некрасивую историю, но с факапами. То есть набить себе шишки и знать, где не оступиться опять. Если я правильно поняла вопрос. То есть иметь сертификаты, высокие оценки в дипломах, да, это хорошо, но это не означает, что у вас действительно есть знания. Потому что как сертификаты получить, как и оценки в дипломах могут по-разному, и это не всегда, это не всегда человек квалифицирован, знающий и подходящий на какую-либо должность. Вы можете быть просто супертеоретиком, а завалить первое, любое техническое задание на интервью. Вот. В то же время, когда не иметь сертификатов, но иметь опыта, опыт работы или просто жизненную историю, через что вы там прошли, о чем вы можете рассказать и дать понять, что вы сделали выводы, и вы готовы, например, меняться, или вы готовы трудиться, вы готовы работать над собой или работать над своими ошибками и так дальше, это, мне кажется, чаще важнее даже на собеседованиях на работу рассказать, показать, чем хорошие оценки сертификатов. Сертификаты всегда можно получить, а пройти какую-то историю с факапами не у всех есть такая возможность. Я всегда за то, чтобы наубить шишки сами. Я не знаю, я надеюсь, что я правильно поняла вопрос и ответила на него. Обязательно сохраню. Я надеюсь, у меня ничего тут, никакая ошибка, нигде ничего не выскочит и я смогу сохранить. Давайте тогда, ребята, я буду заканчивать. Я сейчас попытаюсь его сохранить. Очень надеюсь. Держу пальцы к крестикам, что все сохранится, и я его сейчас опубликую на странице, чтобы вы могли пересмотреть. Спасибо вам всем, кто зашел на эфир. У меня нет никакого материала о том, что я рассказывала, чтобы с вами поделиться, но, как я сказала, если у кого-то есть вопросы, после этого эфира в сториз я опубликую посты, которые я писала по хэштегу Тина, нижняя строчка, о работе, кажется. Можете зайти и почитать все вот эти моменты, все эти нюансы. Все эти моменты, все эти нюансы можете почитать. Все. Всем хорошего вечера, у кого ночь, спокойной ночи, у кого день, хорошего окончания дня и удачи вам всем. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok